4 мая 1990 года Верховный Совет принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Несмотря на попытки некоторых депутатов сорвать принятие декларации, кворум был достигнут. Из 201 депутата за проголосовали 138. Независимость восторжествовала. Дайнис Иванс, латвийский журналист, бывший заместитель председателя Верховного Совета, рассуждая о знаменательной дате, говорит, что сегодня, 4 мая, может быть прекрасным поводом, чтобы подумать о значимости свободы для каждого из нас. Он также вспоминает об ощущениях, которые испытал в тот день 26 лет назад. Человек был угнетен, человека преследовали. И вот появилась возможность. Люди заявили о своем желании быть свободными. Когда я вернулся домой после голосования, после той огромнейшей манифестации на набережной Дауговы, после этого единого порыва радости, я задумался, что же произошло. Ведь пока не изменилось ничего. Все та же советская экономика, которую и экономикой назвать было нельзя. Все та же удушающая система. Все то же военное государство. Но тогда я понял, изменилось все. Потому что эти изменения были внутренними. Ни до, ни после тех событий я не видел в Латвии такого же количества счастливых, улыбающихся людей. Говоря о внутренних изменениях, Ивансу вторит еще один свидетель начала новой истории Латвии. Журналист Алла Петропавловская. По ее словам, настоящая независимость государства исходит исключительно от людей, обладающих этим качеством. Только реальная независимость, реально независимый человек и реально независимое государство стремятся к внутренней гармонии, потому что это потребность внутренняя, сущность этого государства, этого человека. И дружественное, бесконфликтное существование отношения с другими, с соседями, с окружающими. Это способ существования независимого человека, независимого государства. Мне кажется, путь только такой. 26 лет назад Латвийская республика приняла декларацию, ставшую важнейшей победой для всех, кто уважал и уважает эту страну. Вне зависимости от национальных и социальных различий. За эти 26 лет в Латвии 18 раз менялось правительство. Менялись политические линии, установки. Но внутренняя свобода остается неизменной. Об этом стоит помнить.